У меня вот не с мужем мы проблемы, а с сыном. 32 года мы жили вместе все с семьей, а потом он женился, и уже 4 года со мной вообще перестал общаться. Не ссорились, ничего. А вот я вам сейчас объясню. Если я вас сейчас за руку потяну сильно, потяну сильно за руку, какая у вас будет реакция? На вас хорошая. Я сниму. Нет, моя хорошая, вы будете вытаскивать руку, это 100%. Даже если вы меня сильно любите, если я подтяну вас за руку, вы будете вытаскивать руку. Я в Розокомске провел эксперимент. Одна женщина с таким большим букетом цветов шла ко мне. Я говорю, сейчас будем проводить эксперимент. Она говорит, давайте. И я побежал к ней. Прибежал к ней, прям встал со стула, побежал к ней и начал брать цветы. Говорит, давайте мне цветы. Она такая, ну, говорит, Олег Геннадьевич, я не так хотела. Давайте я вам подарю позже. И села, взяла цветы, ушла и села на стул. Почему? Потому что я начал вырывать у нее цветы. Есть только одна причина, почему он с вами не разговаривает. Вы очень сильно хотите испытывать счастье от него. Очень сильно хотите. И Бог в его сердце протестует против этого. Он хочет, чтобы вы научились верить не в Сына, а в Бога. Потому что у вас уже большой возраст. И даже когда вы подняли руку, я хотел сначала вас спросить, а потом думаю, нет, я ее не буду сейчас спрашивать. Потому что вы бунтуете против Бога. Господь даже не захотел в моем сердце с вами разговаривать. Потому что вы хотите жить счастьем своего Сына. Не своим счастьем, а счастьем своего Сына. Это нормально для женщины жить счастьем родственников, своего сына, своего мужа. Все женщины живут счастьем близких людей. У них так устроена психика. Они испытывают счастье от жизни не от своей, а от жизни тех, кого они любят. Женщины так устроены. Но здесь есть одно но. Это но заключается в вере. Если вы начинаете верить в Сына, а не в Бога, и живете только им, то у Сына возникает жуткое отторжение по отношению к вам в сердце, которое он не может себе преодолеть. И даже если он с вами начинает общаться, что уже было, вы сразу начинаете требовать с него больше общения. Хоть вам он дает сколько может, а вы еще больше, вы говорите, почему ты не общаешься, почему не звонишь. И вы не можете даже с ним нормально поговорить, когда он вам даже когда звонил. Вы не могли с ним нормально поговорить, потому что вы требовали больше и больше, больше и больше все время. Это называется зависимость. Вот представьте себе, сейчас я в зале буду говорить, каждые пять секунд. Вам лекция нравится? Нравится, да? Хорошо, читаю дальше. Вам нравится лекция? Нравится? Ну, читаем дальше. И так далее. Через пять минут весь зал будет пустой уже. Почему? Потому что все уже, ну сколько можно. Называется зависимость. То есть я хочу наслаждаться залом, тем, чтобы к ним все улыбались, мне все любили. Я когда читал лекцию в Эстонии, первый раз туда приехал, я не понимал менталитета людей, вот, я читал лекцию и сильно шутил такой, и они смотрели на меня вот так спокойно и слушали. И я такой, блин, я уже весь вывернулся наизнанку, вот, и шутил, и там, и чуть ли не танцевал уже перед ними. Они сидят, слушают, вот так, спокойно. Ну, и так иногда так чуть-чуть улыбаются. И потом, когда лекция закончилась, я такой думаю, ну, что-то я не знаю. Я уже не знаю, что делать. Одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за лекцию. Было так смешно. Я так смеялась с всю лекцию. Они, оказывается, смеются без рта. Ну, я утрирую, конечно. Но вот я понял, что я просто не понимаю людей. Я вообще не понимаю людей, а какие-то выводы пытаюсь делать. Вы не поймаете своего сына. Он переживает за вас сейчас, беспокоится. Но он не может вам позвонить, потому что как только он с вами начинает разговаривать, вы сразу начинаете на него давить своими эмоциями, жаловаться, что он не звонит, что он вас забыл, что у вас были с ним такие отношения, теперь такие и так далее. Или, может быть, думаете об этом, когда с ним говорите. В общем, вы его так напрягаете, когда вы с ним общаетесь, что он просто не может этого выдержать. Это для него выше его человеческих сил. И причина, почему вы так делаете, потому что вы счастье хотите испытывать не от Бога, а от Сына. Это называется привязанность к состоянию сознания. Вот запомните, когда человек испытывает сильную привязанность, в гороскоп смотреть не надо. Потому что гороскоп указывает просто основные вехи жизни. Но когда человек к чему-то сильно привязался, он страдать будет вне гороскопа, понимаете? Это будет бонус для него. То есть не всякого гороскопа. Если человек сильно к чему-то привязался, хоть хороший период, хоть плохой, не имеет значения период. Если ты хочешь от чего-то сильно испытывать счастье, ты от этого будешь 100% испытывать сильные страдания. И это не имеет значения, гороскоп, хороший сейчас у тебя период, или плохой. Не имеет значения. Привязался, сильно хочешь от чего-то испытывать счастье, оттуда придут страдания. Женщина очень сильно привязывается к своим детям. Катастрофически сильно. И в результате дети начинают капризничать, отталкивать от себя матерей. Они не могут выдержать этого. Женщина должна перестать быть зависима от своего ребенка. Она должна научиться быть зависима от Бога. Надо научиться Богу отдавать свою жизнь, а не своему ребенку. Потому что ребенок от этого только портится. Как солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек? Ой, куда ты? Не ходил бы ты, паренек, во солдаты. В Красной Армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. Вот, понимаете? А есть другой вариант, когда мама говорит, иди защищай Родину, будь счастлив, я буду за тебя молиться. Ну, то есть это другой вариант. Вот это проклятие, вот первый вариант это проклятие, а второй благословение. Вы хотите проклинать своего ребенка или благословлять? Вот вы сейчас в эмоциях находите, вы тянете из него кровь, пьете его кровь. Вы его проклинаете. Только потому, вы сейчас не согласны со мной, а я все равно вам об этом говорю, потому что вы не знаете, как работают тонкие связи. Я вижу сейчас сильное напряжение, которое идет от вас по отношению к нему. И он, вы у него забираете силы сейчас, своим состоянием. Вы с ним сильно связаны в сердце, это ваш ребенок. И вы забираете силы у него в своем состоянии. Забираете силы, понимаете, его жизненные силы, они тают из-за того, что вы постоянно хотите наслаждаться отношениями с ним. Это эгоизм матери. И он разрушает жизнь ребенка. Это касается всех матерей, не только ее, всех абсолютно. Но если вы благословляете его, молитесь за него, и берете силы от Бога, тогда вы тоже связаны со своим ребенком, но при этом вы вкладываете в него силы, и у вас сердце сильное, спокойное, радостное. И вы говорите, у меня, у ребенка все будет хорошо. И мне не обязательно с ним слишком часто общаться. У него все будет хорошо, вы так настроены. И это значит, что вы благословляете своего ребенка. Не проклинайте его. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok